МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Земли Новороссии, раскинувшиеся вдоль северного побережья Черного моря и левого берега Днепра, всегда были дороги для каждого русского человека. В дни тяжких испытаний истинные русские богатыри всегда вставали на защиту этой земли, не щадя себя и своей жизни. Сегодня в Новороссию опять пришел враг, и на ее защиту встали новые, современные богатыри. История о настоящем спасателе. Ополченец Донецкой Народной Республики с позывным Моторола известен многим, но никому не известно его настоящее имя и детали биографии. По его словам, лишняя публичность ему ни к чему. Как меня зовут, не скажу. Кому надо, тот знает. Моторола родился в Республике Коми. Четыре с половиной года жизни отдал службе в морской пехоте. Совершил две боевые командировки на Северный Кавказ. После службы в армии стал дипломированным спасателем. Потом работал мастером по мрамору и граниту. У меня несколько профессий. Есть официальная, которая именно обучилась с дипломом. Это дипломированная профессия. Это спасатель. Да, я спасатель. Ну, вообще, короче, работал я и экструдерщиком. На производстве работал. Ну, сейчас последняя моя профессия – это мраморские гранички. Ну, ремесло. Ремесло. Последний год. Ну, делают памятники. Моторола понял, что Украину ждет война, когда в Киеве в сотрудников «Беркута» полетели первые коктейли Молотова. А когда нацисты совершили переворот и начали геноцид на Юго-Востоке, он просто сел на поезд. Приехал в город Ясиноватая и нашел бойцов народного ополчения. Сел на поезд 4 месяца назад и приехал, приехал Ясиноватый. Один, сам, без никого. Никакого там, никто меня не приглашал, никто меня не вмещал в дату оружия. Я сам нашел возможность. Сам нашел возможность. Я нашел людей, которые готовы сопротивляться. Готовы сопротивляться фашизму. Допустим, мой прадед, в честь которого меня назвали, он погиб во время Великой Отечественной войны. Благодаря боевому опыту Моторола быстро стал заместителем командира пулеметно-гранатометной роты и командиром отдельного противотанкового спецподразделения. Известность Моторола получил благодаря ситуации с журналистами «Лайф Ньюз» Олегом Сидякиным и Маратом Сайченко, которых задержали украинские спецслужбы, обвинив в терроризме. Служба безопасности Украины пыталась доказать, что корреспонденты командовали ополченцами. Так называемым доказательством служило видео, на котором бойцы армии ДНР выпускают по бронетранспортеру карателей противотанковую ракету, а голос за кадром корректирует их действия. Ложь хунты развенчал лично сам Моторола. Говорили, что журналист руководил спецоперацией. Непосредственно операцией руководил я, как один из командиров подразделения, спецподразделения, заводил сюда людей. У меня было на голове установлено GoPro. Перед этим есть видео, то же самое я передал, как мы сначала немного пошумели, выгнали их из зеленки, выгнали их в БТР. И после того, как ушел в БТР и пошла артподготовка в нашу помощь, мы зашли и заняли село. И заняли здесь круговую оборону. А то, что рассказывают, то, что какой-то непонятный журналист, неизвестный из какого телеканала, как бы руководил операцией, это бред, полный бред. Моторола – один из самых популярных в ополчении командиров. Вот лишь один из отзывов его сослуживцев. Моторола – живая легенда, командир противотанкового спецподразделения. Абсолютно бесстрашен, быстр, умен, молниеносно просчитывает любую ситуацию и принимает единственно правильное решение. Именно подразделение Моторолы освободило от карателей пригород Славенска, Семеновку. И уже на протяжении долгого времени удерживает ее. Несмотря на то, что именно здесь основное направление атаки войск хунты. Моторола приехал на Донбасс не ради большой политики, а чтобы защитить выбор людей, для которых эта земля – родина. Люди уже приняли решение. Пусть те, кто хочет быть украинцами, живут на Украине, а наши пусть живут, как они хотят. Они хотят жить в Донецкой Народной Республике, далее вместе. В своем государстве, в Новороссии. У меня нет никаких политических целей, кого-то к кому-то присоединить. Смешно это. И не нужно. Моя задача – защитить народ, который сделал свой выбор. Такие люди, как Моторола, сражаются не за медали. Они готовы отдать свою жизнь за своих братьев по крови и вере, не требуя ничего взамен. Ибо сказано – нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Мы все готовы, готовы умереть, стоять за свою землю до конца. Без разницы, он важен, он победитель, все. Ему не надо. У нас есть задача, мы ее выполняем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова